Слушайте главы романа Николая Воронова «Юнность в Железнодольске». Читает артист Алексей Борзунов. Слушайте главы рейды по заводу, проверяя, не спит ли кто во время смены, не выпиливает ли из дюралюминия расческу для продажи на толкучем рынке, не кантуется ли в курилке, не засиделся ли в раздатке, где теплынь и вкусно пахнет из бочков щами, вермишелью и чечевицей. Называли легкой кавалерией еще и подростков, обутых в ботинки на деревянной подошве. Мне тоже пришлось носить колодки. Я раньше срока разбил ботинки, которые получил в ремесленном училище, и мастер выписал мне колодки. В тот день, когда собирался на воскресник, я просушил ботинки и надел их, обмотав ноги портянками и газетной бумагой. Еле-еле влез в трамвай, и, чтобы согреться, продрался к середине вагона. Трамвай был набит ремесленниками из последнего набора. Большей частью это были мальчишки-маломерки в байковых бушлатах, в байковых же шапках. Потому что мальчишки переминались ноги на ногу, притоптывали и подскакивали, что по причине тесноты редко кому удавалось, и при этом слышался деревянный стук, нельзя было не догадаться, что все они в колодках. На остановке завода управления, неподалеку от которой находилась центральная проходная комбината, вагон опустел. Я выходил последним и увидел еще из тамбура, как по огромному полю площади бегут мальчишки. Буран подгоняет их под сжатые фигурки. Я выпрыгнул из трамвая и, скоро тоже угнувшись, бежал через площадь. В мгновение, когда мне увиделось все это, я услышал кавалерийской звучности дробот. Асфальт был мерзлый, а потому звонче обычного, и его отзвуки, смешиваясь с цокотом дерева, сухого и струганого, перекрывали шорох бурана и рев выезжавших с завода пятитонок, груженных снарядами. Ремесленники первогодки продолжали бежать и по территории завода, а я пошел шагом. Не то чтобы оказался в заветрии, и милой садила бураном не тише, просто стало неловко, что увязался за слабаками. Наверху коксовых печей всегда ветер, и нередко покруче этого. Да я не прячусь и не угибаюсь, как только что угибался. В стужу почему-то кажется, что все должно замереть. И потому странным представляется, вопреки твоему собственному опыту, что ничего этого не происходит, тем более на заводе. И опять было так же. Газогенераторные станции подъезжали на зарядку со своими бомбовидными баллонами грузовики. Магнитные краны, ползая по высоким пролетам, таскали скраб, и было удивительно, что мороз не сковал их грузоподъемную силу. В литейном цехе лили чаши для перевозки жидкого металла и шлака. В кузнице по-обычному тяжко ковали победу, встряхивалась и гудела земля. Из механического цеха, где в полунаклоне стояли у станков токари, паровоз вытягивал платформы с навалами булатно-синей стружки. Из гигантской бочки миксера падал в ковш чугун, и черный воздух и черные стены здания озарялись багровым светом. Мартея начидили желтыми бурыми, рыжими дымами. Работу у самих печей можно было лишь вообразить. Столевары, припекаемые жаром, швыряли лопатами марганец. Свиадука двигались поезда с мульдами. Завалочные машины тащили мульды своими хоботами и опрокидывали в камерах, извергающих пламя. Сколько бы я ни ходил по заводу, мой взгляд не перестают притягивать его подоблачные сооружения цвета огненного железа. С полохи, зори, дымы. Сколько бы я ни слушал его голоса, я по-прежнему внимаю литавровым раскатом листовой стали, залихватисто веселым свисткам паровых кранов, жужжанию сварки, шороху воды, орошающей раскаленные слитки, звяканью искрящихся болванок, сбрасываемых конвейером в вагоны. Я смотрю на завод и слушаю его, как в новинку. Так смотрю на пылающий костер, на пруд, который шершавит сквозняк, на прохожих девушек. И мнится он из снов, и те, что поставили его на огромном низинном просторе, из снов. И ты, немного причастная к его труду и славе, из снов. И это лютое зимнее утро с легкой кавалерией тоже из снов. Но леденеет спина, и я оборачиваюсь лицом к бурану и заслоняю глаза рукавом, и гляжу, как на трансформаторе возле подстанции сидит на корточках девушка, черная челка. И протирает изоляторы. И вдруг, скорчив рожицу, изображает руками нечто вроде лыж. И я догадываюсь, что она потешается над моими заносчивыми ботинками. Явь! Явь! Счастливая явь! Понарошку я грожу девчонке кулаком, и уже не иду, а бегу, горяча себя ударами ладоней. Я бегу на строительство новой домны. Комсорг призывал нашу группу прийти на воскресник. Говорил, что домна возводится в рекордный срок, и что осталось закончить только кладку печной шахты и сводов воздухонагревателей. Тропинка просекает болотистый пустырь. Черный наст, утыканный камышом и рогозой, уже забелила снегом. Отсюда тускло рисуется стрельчатый по гребню силуэт газоочистки. Широко и густо кадит вторая воздуходувка. Сквозь буран и гарь едва проступает кирпичная краснота ее здания. Последняя домна, возникшая в просвете между газоочистительной станцией и воздуходувкой, видна ничуть не ясней, хотя и увешана мощными электролампами. Сразу за ней коксохим, и оттуда наносит смрад, пар и угольную пыль. А возле основания самой домны и вокруг корпуса печи, и внутри ее, в шахте, наверное, великое множество людей, и от их дыхания поднимается тучная наморось. И в самом деле, народу возле домнать мать мущая, и его дыхание кажется слитно единым, как туманное дыхание незамерзшего перед электростанцией пруда. Однако так видится лишь со стороны. Но стоит смешаться с народом, как тотчас замечая, что все дышат разно. У кого за плечами вьется порог, над кем будто над тушильной башней волнистые клубы, кто дышит часто, а кто с долгими паузами, наподобие паровоза, еле стронувшего тяжеленный состав и набирающего ход. А потом, тебя уже не интересует ни общее, ни собственное дыхание, хотя его нет-нет и перехватывает от стужи, тяжести, спешки. Ты вовлекся в движение работ у подножия домны, и это становится для тебя самым главным смыслом и чувством. Ребята из нашей группы колготились среди лебедок, с барабанов которых тянулись в небо за индивелые тросы. Где-то там, в ледящей высоте, тросы были связаны с домной, но туда не доставал взгляд. Он слегка улавливал темное тело печи, забранное в леса. Кто-то из ребят был еще в пути, но здесь все наши уже продавали дрожжи, дрожали от холода. И когда я сказал, что нечего тут колеть зазря и зашагал к платформе, нагруженной кирпичами, они последовали за мной. На платформе и у ее откинутого борта стояли школьницы, передавая кирпичи. В девчонке, что всякий раз вставала на колени, опуская кирпич вниз, я узнал Лену Елю, каким-то чутьем я узнал ее. Она была в солдатской шапке отца, в фуфайке, в юбке сшитой из клетчатой шали, в хлопчатобумажных брюках, заправленных в голенище брюк, состеганных пелагеей кокосовой. Она стыдилась своего наряда и едва заметила меня, отвернулась, и даже выразила негодование, когда я вскочил на вагон и приобнил ее, и отвел от края платформы. — Позвольте вас сменить, Елена Петровна. — Чего к нам сунулись? Вон другие вагоны, там помогать. — Елька, да тебе же идет, дядя Петина одежа, — слукавил я. Я думал, ты миловидная, а ты красивая. — Не расстраивай, пожалуйста. И так девчонки говорят, похожу на мальчишку. — Завидуют. Девчонки завистливей женщин. — Откуда ты про женщин-то знаешь? К маме подруги ходили. С того вечера, когда вместе промышляли кокс, мы с нею сдружились. Каждый день я наведывался к Додоновым, а Лена Еля забегала к нам. Мы не могли обходиться друг без дружки. Правда, несмотря на это, отношения между нами стали сложней, и эту сложность обусловливала прежде всего она. Почему-то начала уклоняться от вечеров у Колдуновых, и на мои уговоры пойти попеть у Колдуновых, поплясать, — отвечала молчанием, в котором была какая-то ущемленность и неохота, будто бы ее сильно обидели у них, будто бы там скучно, и никто ей не любопытен. И ладони в рукавах моей шинели больше не грела. И как только я ей говорил что-нибудь ласковое, то честь делалось строгой, жесткой. И если, танцуя, она запрещала мне тащить за собой на танц с кого-нибудь из друзей по бараку и ремесленному училищу, я невольно или нечаянно прижимал к себе ее, она резко отстранялась и глядела сукоризной, а то и презрительно. Я терялся, сердился, дерзил, и когда она нежно смотрела на меня, мстительно подчеркивал, что удивлен, что она растаяла, и тогда она тоже строжала, однако давала понять, что ей-то можно проявлять свое расположение, потому что она умеет держаться в рамках, а мне нельзя, потому что у ребят отсутствует серьезный самоконтроль. Из-за ее недоверия у нас случались короткие размолвки. Мирились мы легко, без объяснений и упреков, словно ссоры не бывало. Я занял место Лены Ели на платформе. Место за бортом платформы занял староста из нашей группы. Мне было удобно подавать, ему принимать. Брал кирпичи тоже наш парень. Он передавал их Лене Ели. Она передавала мне. Меня быстро захватывает сияние ее глаз и азарт, с каким принимает и подает веские, чуть ли не пудовые кирпичи. И труд других школьников и ремесленников, совершающиеся на моих глазах. И вся эта обстановка неотложного, чрезвычайно необходимого дела, непогоды, выносливости и мысль о будущей радости при воспоминании об этом воскреснике. Кроме того, что девчонки из класса Лены Ели, да и она сама быстро уставали, у них еще и скоро стыли руки. К любому кирпичу, чтобы его не уронить, нужно крепко прижимать ладони. А может быть, потому что грани каждого кирпича были очень гладкие и легко отдавали холод, которым прокалило его до самой сердцевины. Мы отсылали девчонок к огненным ажурным саламандрам, в них пылал кокс, и довольные смотрели, как они греются. Появился комсорг и велел следовать за ним. Досадно было уходить. Кирпичи, взятые нами из штабелей, плыли вдоль поезда, огибали последнюю платформу и терялись в снежно-дымной мгле, поворачивая к домне. Я представлял себе, что они завершают движение в вышине, где ими наращивают шахту. Лена еле просила меня остаться, да я и сам хотел этого, но как-то неловко было отрываться от группы. Я спрыгнул на земь и через минуту уже подтаскивал к путям коленья гигантских железных труб, обрезки листа, арматуры, рельс, обрывки тросов и спирали стальной брони, снятой с высоковольтных кабелей при разделке. Таким был этот запомнившийся надолго воскресник военной поры. Ожидание весен. Ожидание весен. Надежда на продление жизни, предвестие тепла, приток воды, приток воли. Пусть ноги в подлом, жила на разрыв, кровь горлом, трудиться, жертвовать, страдать. Мечты сбудутся, будет ликование, радуга над всей землей и счастье, надежное, вечное. И наступило это время. И пало оно именно на весну. И не было раньше никогда долгожданней счастливей весны. И уже не было и после. Лучи буравят лед пруда, и ветер лудит лужи на нем. Снегири, сидя на заводских акациях, пилят воздух зубчатым свистом. Ези плывут на шум широко открытых шлюзов, до крови трутся окоряги, пуская икру и молоку. Бабочки, невесть откуда взявшиеся, метельно осыпаются на прибрежную гальчатую дорогу, трепещут крыльями. На земле у нас радостный непокой. Хоть и свалился под откос поезд с агломератом, просела насыпь, хоть и заливает водой подпылы с жалкими остатками овощей, и рушатся вязы с подмытых яров, и шквальные ливни сшибают сверб и уносят в потоках пчел, хоть зверьё и скот случается тонут, застигнутые вероломством половодья, и грузнут по брюхо буксующей машины, и молнии поджигают синовалы, и скворцы гонят от скворечников, зимовавших в них синиц. Чего земле печалится? Явилась весна. В ночь окончания войны я работал. Вернее, это была ночь после подписания в Берлине акта о безоговорочной капитуляции Германии, но мы ещё не знали об этом. Никакие исторические уточнения не изменят того, что время от нуля часов 9 мая 1945 года до рассвета ночь окончания войны, потому что в эту ночь народ дожидался выстраданных счастливых известий. Перводекадные дни мая, переменчивые гонки сохраняли волокна закатного огня вплоть до полной темноты. мгла, начинавшаяся в сумерках с канавных и овражных туманцев, постепенно накрывала город, грузнела, обдавала промозглым холодом. Нездуваемая, как и в крутые морозы, тучное облако пара клубилась над заводским прудом. Вечер перед этой ночью установился безветренный и как бы отворил ворота в тишину, где были протяжны, безмятежны, по-деревенски уютны звуки. Никогда раньше не сливались в моем восприятии голоса завода и живые голоса. Как ладно, соединенно в тот вечер катились в воздухе свист паровоза кукушка, крик петуха, гортанный зов барана, дыдыканье пневматического молотка, детская песенка на холме, звоны вращающихся ральгангов, мычание коровы, альтовый сигнал электровоза. Ночь поразила меня теплынью, а когда я шел на смену и поднимался наверх печей звездами, сколько их было, и светились совсем близко. Работу газовщика, который обычно выполнял с тщательной сосредоточенностью, я делал машинально. Ожидали, что вот-вот объявят окончание войны. Но сказывалась привычка судить не по слухам, а по сообщениям Совинформбюро. Война длилась слишком долго, верилась и не верилась, что она окончилась. Кроме того, было ясно, пока Германия не сдастся официально, будут гибнуть наши воины. Часа в два по полуночи в Балагуре с Люковыми и с Малагонами у питьевого фонтанчика, я заметил в проеме входа наверх батареи лицо старшего газовщика Картуненкова. Проем смотрелся плоско, будто от косяка к косяку было натянуто полотно мрака. И вдруг оно как прорвалось, и возникло лицо Картуненкова. Казалось, оно озарило весь проем. Мне сделалось даже жутковато. Картуненков, задыхаясь, сказал, что когда он разговаривал по телефону с углеподготовкой, до него по индукции донесся чей-то женский голос, который кого-то уверял, что еще вчера под Берлином подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Мы стали кричать и обниматься. Мною овладел такой восторг, что я поднял Картуненкова в воздух. Он возмущенно толкнул меня кулаками, очутившись на ногах. Я еле устоял, однако не обиделся. Люковые побежали открывать стояки, коксовыталкиватель готовился выпихнуть из камеры коксовый пирог. Потом они открывали люки, сметали в печь уголь, зачеканивали круговые пазы крышек. Вернувшись к фонтанчику, послали меня проверить, верно ли то, что донеслось по индукции. Картуненков был со странностями, от него не мудрено услышать и о голосе, исходившем из уст Господа Бога. Я пошел к начальнику смены. Тот сказал, что звонил диспетчеру цеха, справлялся, нужно ли верить тому, что донеслось по индукции. Диспетчер отшутился, он не склонен верить голосу, доносящемуся по индукции, тем более женскому. Я вернулся наверх печей, с малагона прогнали меня, разузнаешь, тогда придешь. Дом нау комсомолка освещали гигантские электрические огни. Она была на ремонте, и я знал, что сейчас на ней работает множество людей. По высотному мосту я бежал в доменный цех. Электровоз, весело названивая, влек за собой тушильный вагон, из которого велось рубиновое пламя. Внутро ненасытного рудного двора втягивались гондолы с агломератом, над ними стекленел, змеясь зной. Скиповая тележка мелькнула железным вытянутым задом, запрокидываясь над колошниковой площадкой, словно ухнула в домну. Парень, волочивший сварочный аппарат, сказал, что кто-то из комбинатского начальства звонил в наркомат черной металлургии и узнал, что фрицы капитулировали. Сообщение, которое я принес, было встречено на батареях новым приливом радости. А когда пришла утренняя смена, тут уже началось всеобщее ликование. Я наскоро помылся в душевой, не терпелось попасть на площадь перед центральными заводскими проходными. Пешеходов было еще мало. Сварной мост громко отзывался на мой топот. Я бежал навстречу солнцу, взошедшему над железным хребтом. В детстве я представлял себе, что за хребтом есть колодец вроде нагревательных колодцев Блюминга, только в осток крат глубже и жароустойчивее. Вот из-за этого-то колодца и всплыло солнце и летело над хребтом в желтом дыму аглофабрик. Посреди огромной площади плясали фазеошники, обутые в колодки. Воздух молотили веселые деревянные стуки, дроби, стрекоты. Звучное эхо повторяло их возле стен завода управления и гостиницы. Фигурки пляшущих мальчишек мелькали в ярком свете солнца силуэтно-темными, почертячьи прыткими. Перламутровый трофейный аккордеон вертелся в руках большого мужчины. Приближаясь к плесунам, я узнал среди них только колдунова. Он как раз хлопал ладонями по своей широкой груди. Он тоже заметил меня и, наверное, решил вжарить чечетку панеистовей позвончей, но чересчур сильно ударил рукой по подошве, отшиб пальцы и принялся дуть на них. Я засмеялся, колдунов заорал, чего ржешь? И тут же, как ни в чем не бывало, поздоровался и велел приземистому пареньку, чтобы тот постоял в моих ботинках. Из тебя плесун, как из моего носа паровоз, а мне отдал колодки. И мы с колдуновым бацали до упаду, но без соперничества, как обычно было на барачных посиделках, а с чувством радостной победной обоюдности. Пока месь мы плясали, подвалил с завода рабочий лют. Охотников поплясать в колодках было великое множество. Уморившихся фазошников разували на расхват, только аккордеониста никто не сменял, и он играл без устали. Это именно он, мастер штукатуров, в группе которого учился колдунов и придумал вывести на площадь целое морское общежитие, обув его в башмаки на деревянном ходу. Среди толпы я углядел Васю Перерушева и Надю Колдунову. Они работали вместе на складе заготовок. Она работала контролером в отделе технического контроля, помечала мелом на стальных заготовках, приплывших по рольгангам на склад, поверхностные изъяны, которые затем вырубались с заготовок пневматическими зубилами и выплавлялись горящей струей газового резака. Вася Перерушев не смог возвратиться в формовочное отделение чугунолитейного цеха, хотя мечтал об этом. Болели ноги. Полина Сидоровна лечила его муравьиным спиртом. Выхаживая Васю, подыскивала ему работу, невредную для ног. Добрый совет подала Надя устроить его клеймовщиком к ним на склад заготовок. Клейми себе и клейми проплывающие блюмы и слябы. Забежала Полина Сидоровна на склад, постояла поблизости от клеймовщика. Воздух чисто огонь, когда плывет с блюминга очередная плавка. То здесь лишь ей показалось полезно, что всю хворь из костей прогонит жаром. Похлопотала Надя перед начальством, оформили Васю клеймовщиком. К огненному воздуху Вася привыкал с трудом, иногда являлось ощущение невесомости. Вот-вот поднимешься от жара в простор здания и нисколько не ушибешься, если сквозняком нанесет на опору или ферму, а если попадешься на пути карусельного крана, таскающего на стеллаж заготовки, тебя погонят впереди него воздушной волной. Постепенно Вася привык на новом месте, претерпелся, и когда кто-нибудь говорил, что не мешало бы ему получить настоящую специальность, он отвечал, что пока погодит, а там посмотрит, куда податься. Вася на лицо стало изжелто-коричневым, такой загар грязноватый, грубый, прижигается на лице у всех, кого постоянно в часы труда опаляет зноем черных металлов. Толя Колдунов остался на пляшущей площади, Надя, Вася и я пошли домой. Нас догнал Авдей Георгиевич Брусникин. Он был по-прежнему машинистом турбины. Когда вводили в действие очередной турбогенератор на новой паровоздушной станции или на самой электростанции, то центровку, наладку и пуск этих машин главный инженер завода поручал Брусникину. За время войны он дважды был награжден орденом Ленина, на торжественных собраниях его обычно выбирали в президиум. Я никак не мог определить, что притягивало меня в облике и поступе Брусникина. Бабушку Лукерью Петровну это чувство не мучило, провожая взглядом Авдея Георгича, она умиленно вздыхала «Умственный человек, не наш брат, а шарашка». На этот раз, идя рядом с Брусникиным, я определил его суть, проявлявшуюся в поступе и облике – достоинство независимости. И вдруг полностью принял Брусникина, прогнав раздражение, оно, как заподозрил, было из-за прежней, еще детской неприязни к Нюре. Дочь-то она ему дочь, но такая непохожая на него, что только руками разведешь. Я шагал, крутя на пальцы выгоревшую до коричневы черную ремесленную фуражку. То, что я улыбался и крутил фуражку, веселило встречных, но не у всех в глазах сияла радость. Перед кинотеатром, из которого выходили с инструментами и пюпитрами музыканты джаз-оркестра, теснились школьники в перемешку с железнодорожниками, в разброд тянули «Ура!». Школьников поддерживали басы железнодорожников, к ним подключались Брусникин, Надя, Вася и я. Навстречу прошла девушка, вздрагивали золотые полумесяцы сережек и волосы, завитые в спирали, пружинили за спиной. Вася восторженно щелкнул языком. За девушкой лихо прошла молдаванка. Концы косынки велись над плечами, полотно вышитой кофты никло к груди, трепетал подол юбки. Пока мы не свернули с тротуара на тринадцатый участок, нам попалось навстречу еще много девушек. Шли они поодиночке, как будто для того, чтобы можно было хорошо любоваться ими. Я попридержал Васю перерушива за хлястик френча и шепнул, что сегодня почему-то все девушки красивы. Вася обрадовался, и он был поражен тем же. И торжество, и горе устали во мне, улеглись, как ветер, и в ясности, в тишине, установившейся в душе, начала всходить надежда, что весь наш народ ожидает великая жизнь. Вы слушали главы романа Николая Воронова «Юность в Железнодольске». Читал Алексей Борзунов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok